Локомотива не очень защищена, надо как-то найти, кто отвечает за эту зону и достает оттуда мячи. Вон вот, наконец, первое очко для локомотива. Практически нет блока перед собой, хотя в третьей зоне там подымается. Ирина Кася, сейчас если заглянуть в турнирную таблицу, опустилась на третье место, так как уже сыгран сегодня один из топовых матчей. И мы видели, что Динамо Акбар содержала байк над саратовским протоном, поэтому вот сейчас они поднимаются на второе место. Ее левая рука, так скажем, оказалась на мяче, тогда бы, конечно, не леча. Ох, красивая подача. Есть прием. Прокурт с задней линией, из-за дин. Как ногой выносит защитник. Здесь все-таки тоже ее заслуга есть, мы видим, но на одиночном блоке. Уверена, что для Каракурт вообще никаких сложностей, скажем, о том, что... Как здорово, что Татьяна вернулась. В игровой защите Филиштинского после атаки Анастасия Черновой. Вот сколько, еще одна атака локомотива, снова Каракурт. Классная высота. Оргентарный, только там на верхнем, на верхнем ярусе, на секторах есть еще свободные места. Очень много зрителей сегодня на матче присутствуют. Очень ждали они этой встречи. Болельщики в Калининграде очень любят. Несмотря на то, что это наш соперник, все равно очень всегда тепло их встречают. На подаче. Чернова сама себя подстраховывает. И Максимова. Здесь, конечно, просто деваться не было. Сеточный, просто где-то там, на втором этаже. Ух, есть турецкая диагональная локомотива. Выносит она. Удивительно, как тренер берет тайм-аут для того, чтобы чуть-чуть сбить подающего как-то темп этой игры. И вот опять-таки, несмотря на забитый мяч, здорово сидит перо. Есть и там, да, мощная атака. Обработать ее не получилось. Но она на месте, она здорово выходит под мячи. Здесь прием ксений парбец. Пробивает паракурт. Двойной блок. Два. 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 Забивает паракурту через верхний трос. Было уже такой ни силы, ни скорости. Но не было и Валерии Перовой на задней линии. Продолжает грузить Ксению парбец. Обман паракурт проходит в такую слепую зону. В длинную сторону, во вторую зону на Эбрар-Каракурт. Не столько ошибки, какие-то недоработки. Как вовремя сейчас исполняет Эйс Эбрар-Каракурт на манеже. Два. 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 Здоровая защита. Филиштинская против атаки. Черновый. Толок. Накат. Мяч в игре. Еще раз. Чернова. Блок. Локомотива. Эбрар-Каракурт. Две команды. Четвертой партии. Высокий подброс. Белый бейс. Даже Перова, который великолепно отдачил. Ну да. Тут вразрез. Между двумя принимающими угодил мяч там. Бровкиной. Сама же в атаке. Татьяна Толок. Умудрилась исправить сейчас этот мяч. Анастасия Чернова. Два. Будут смотреть. Вполнение этого обмана. Да. Отправляется. Анна Шевченко на правах капитана. Вообще. Повторяет свою передачу. Ирина Филиштинская. Ему нападающему. И это действительно очень важно для нападающего. Почувствовать себя. В приеме девушки. Удивительно. Валерия Перова, да? Но все в рамках правил сделала. То есть она на сетке не имеет права играть. Но она такая маленькая. И вот снизу кулаком удалось ей перебить. На сторону Локомотива. Прям с таким теплом девушки ее поднимали. Локомотив. Ну, на сторону. Удивительно. Ещё одна атака от Эбрара. Вот такой аккуратненький перевод. По второй зоне. Прямо в пустую зону попадает Эбрар. Отличный прием Здесь работает блок Ну вот не сработало Возвращается Анна Шевченко И Валерия Романова Идеальный прием Ксении Парбец Здорово облоги